Помнит имена, помнит Альпы и Дунай, Тот святущий и поющий яркий май, Помнит сердце, не забудет никогда. Мне было всего шесть лет, вспоминает Анатолий Алексеевич. Нет, это не были снаряды, падающие на нас. Это был голос Молотова из «Динамика». Началась война. И уже стало страшно. Возраст, конечно, был уже такой сознательный. Помню 22 июня, начало войны, мы с ребятами лох, песочек играли, смотрим, бегут люди. У нас у соседей была тарелка. Бегут люди все туда, и мы тоже побежали. Собралось человек 20, наверное, прислушивается громкоговорителю. Там немножко хребет. А я знал, что там надо проволочку подкрутить, чтобы не хребело. Я протискаюсь, меня отгоняет, все же протиснулся. Сегодня, в четыре часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах. Сложно представить, что чувствует ребенок, когда в шесть лет ему нужно становиться взрослым и наравне со всеми решать, как гром среди ясного неба рухнувшие проблемы. Понять это может только такой же, как он, дитя войны. Рядом через двор была зенитная установка, и девушки там обслуживали. Я бегал к ним, они, значит, меня тоже привечали. И прожекторы светились, когда только поймают в пересечении самолет, начинают зенитки работать. И вот так они, в общем-то, работали напротив нашего дома. Рассказывать о военных временах непросто, говорит Анатолий Алексеевич. Весной 1942 года немцы были уже близко. Это уже ощущалось. Это выписки из воспоминаний, которые пишет сегодня наш герой. Немец уже подходил, он занял Воронеж. Уже ближе стало нас объявлять, что готовьтесь к эвакуации, сожгите все свои документы, которые может проливать что-то о своих родственниках или еще что-то. Я, как завсегда, там взял все эти документы, печку растопили. У меня две сестры было. Начали сжигать. Я смотрю, печать есть, значит, откладываю. Сестра проверяет, вторая сестра сжигает. И объявили эвакуацию. А что такое эвакуация тогда? Да, потому что это было своего рода бегство. Ну, немец уже занял Воронеж. Вот, отдельный только участок Схи, где я потом учился, он не был взят единственно. Мы бежали, бежали. Это был летний день, хорошая погода. И вдруг над нами летят два или три самолета, низко бреющие над нами. Все перепугались. Эту лошадку бьют. Вот, быстрее, быстрее в какой-то конюшню без ворота загнали, но они не вернулись. Слава Богу. И таких моментов в памяти много. И как заклеивали окна, чтобы не было видно света. И школьные годы, и нищета, голод, постоянный страх. Зато почти не осталось в памяти победа. Когда саму победу, в общем, в памяти не осталось. Поскольку были времена такие, что не было вот таких массовых где-то. Мы услышали, что победа, радовались, но таких групповых встреч или еще что-то не помню. И все эти живые записки памяти глазами мальчика шести лет, который уже не знал, что такое слезы и слабость. Лишь стойкость и слово надо. Воспитавшие мужественного человека, который знает четырехлетнюю кровопролитную историю не понаслышке. Светлана Халитова, Рустем Гайнанов, телекомпания «Салават». Продолжение следует...